Коллеги, всем здравствуйте. Начинаем с Сепсельмашу. Здравствуйте, Сепсельмаш. Первый наш, который ответит. Главный ответ в Сепсельмашу. Так что Александр Павлович, Сепсельмашу не дарит Сепсельмашу. Ну, тут двояко. Во-первых, погода, лед, что позволил Сепсельмашу играть жестко. Потому что, чтобы принять и двигаться, нужно было время на это. Что позволяло игрокам Сепсельмаша встречать жестко нас. Первый тайм немножко растерялись, подрастерялись от такой игры. Ну, второй их тайм, что-то поговорить, объяснить, что ребята нужно тоже в агрессии добавить. И счет на табло всех болельщиков наших в победе. А вы, скажите, почему мы с Сепсельмашем сразу не так решили? Что это можно подавать? Я же сказал. Потому что не ожидали немножко такой агрессивной игры. Я предупредил, но не думаю, немножко не дошло до них, что когда мяч тяжело вести, когда он прыгает, то соперник, который играет без мяча, он ясно, что он быстрее успевает накрывать. Но то, что вот так жестко, они не думали, что так будет жестко играть. Ну, посмотрели, убедились и начали. Сами поговорили в перерыве, что нужно самим добавить агрессии. Проиграли 6-2. До какого-то определенного момента матча, думаю, что претендовали на очки сегодня. Если не ошибаюсь, 70-е минуты, когда у нас два удаления подряд, то так, ну, немножко, ну, немножко, выбило из колеи нас эта игра. А так старались в соответствии с скоростям, предложенным соперником. Понятно, что соперник очень скоростной во всех отношениях. И индивидуальная скорость, и скорость принятия решения, и скорость передвижения мяча по полю. Мы старались соответствовать, и не только обороняться, но и атаковать. Думаю, отчасти у нас получалось вот до какого-то определенного момента, около 70-е минуты. Там, когда появился соперник в два мяча, ну, тут уже было нам сложно что-то сделать, сложно что-то предпринять. Но и, тем не менее, тоже старались. Поэтому хотим выигрывать вот таких команд больших, это нужно будет делать 90-е минуты. То, что у нас получилось отчасти порядка 70-е минуты. Спасибо. Спасибо. Спасибо.